Ну что, дорогие наши, всем отличного дня, хорошего настроения. Сегодня пятница, а это значит, что не за горами два выходных дня. И сегодня мы говорим о Дне Труде, который мы зародили с 2013 года. День Труда отмечается нынче в последнее воскресенье сентября. Друзья, я предлагаю в это воскресенье обозначить этот праздник всем тем, кто трудится. Да, кстати, по теме нашего эфира у нас потрясающий гость, с которым хотелось бы познакомиться поскорее. И что характерно, рано утром, когда мы приехали в студию, он уже был в фойе телеканала, и мы его с удовольствием приняли. Итак, сегодня у нас в гостях... Итак, друзья, барабанная дробь Сельбай Кобылович Кожиков, главный специалист по юридическим вопросам профцентра области. Доброе утро, доброе утро, Сельбай Кобылович. Итак, сегодня мы говорим о Дне Труда, который возродили в 2013 году. Вы уже слышали, наверное, и фраза у вас была такая. Вы уже все рассказали, пока я к вам дошел до студии. Как настроение? Отлично. Отлично. Вот сколько вообще профсоюзных организаций в настоящее время зарегистрировано у нас в Актюбинской области? Профсоюзные организации, входящие в Федерацию профсоюзов. У нас 25 филиалов отраслевых профсоюзов и в районных, областных и 24 локальных профсоюзов. А вот какие из них наиболее активные? Ну, активные, особенно образование, здравоохранение, как стабильные, и организации нефтегазового сектора, как бы локальные. Вот вообще какие они вопросы решают сейчас профсоюзные организации? Основное профсоюзные организации решает регулирование трудовых отношений социальных путем составления коллективных договоров. Сейчас коллективный договор, законный признак, как правовый акт, регулирующий трудовые, социальные трудовые отношения в каждом трудовом коллективе. Вот ваши отношения, лично ваши, да, сейчас молодежь стремится отучиться в институте и найти себе работу, где очень много платят. А с одной стороны это хорошо, да? Ну и желательно при этом ничего не делать. Да, ничего делать. С другой стороны, таких случаев много, когда устраиваются на работу, либо по знакомству родителей, родственников и так далее, и, соответственно, человек ничего не делает, но, а потом у него, значит, ему хочется, чтобы было все. Вот вы как думаете? В этом отношении даже на уровне республики, в государственной программе делается многое по пропаганде трудовой династии, традиций трудовых. Сейчас много конкурсов проводится, как работающая молодежь, вот только вчера мы чествовали передовиков в центре, большой форум прошел трудовой, это ежегодная пара республики проводится, трудовой форум, вот на днях будет. Там уже пропагандируются трудовые профессии, особенно рабочие профессии, ну, конечно, вот это то, что вы сказали, имеет место. Ну, я думаю, в будущем мы вот это все стереотипы. Сейчас много запущено в этом году, новый проект, бесплатное профессиональное обучение для всех, а сейчас у нас тоже активистский колледж, все подключились. Как много возможностей, да? Да, возможности есть, да? Чтобы отучиться и работать. Хорошо. Вот расскажите о наиболее популярных трудовых конфликтах. Ну, наверное, лично будет назвать популярным, у нас, слава богу, уже четыре с лишним года в области не было трудовых конфликтов. Ну, трудовые коллективные споры были, которые в рамках применительных процедур все регулировали. Тут активное участие принимает социальное партнерство во главе с исполнительными органами нашей области. Например, в этом году, в апреле, был трудовой спор, возник в той великой стене, ну, по зарплате, по другим вопросам. Это с участием уполномоченных и профцентра, и был регулирован на уровне применительных процедур. Ну, а вообще, в чью пользу разрешился спор? В пользу работников. В пользу работников. Из восьми пунктов требований все выполнены, повышенные зарплаты и другие вопросы. Вообще, чем сейчас занимается профцентр Актюбинской области? Расскажите подробнее. Ну, профцентр в связи с введением нового закона о профессиональных союзах является координирующим органом. Координирует, как я уже сказал, вот эти все структуры, филиалы и локальные профсоюзы. Направляет, в основном, организует работу профсоюзных организаций. Ну, является структурным подрядом федерации профсоюзных мест в регионе. И законом закреплено, сейчас трудовым кодексом, что территориальное объединение профсоюз, то есть профсоюзная интерактивность, является полномочным представителем на региональном уровне, представителем работников. То есть, как вы знаете, постоянно передаете, все всякие соглашения по трудовым отношениям социальным. И меморандум подписывается Аким и председатель профсоюзного центра. Это говорит о том, что роль профсоюзной организации сейчас законодательно более-менее закреплена. Очень хорошо. Ну, может быть, сегодня у вас есть такая возможность пожелать тем, кто только собирается начать трудовую деятельность, успехов. Может быть, пожелать, чтобы не боялись, не боялись труда. Потому что все-таки нынче, если говорить о молодежи, все предпочитают легкий труд. Легкий труд, да. Хотя сейчас для этого много есть, понимаете, ресурсов. Та же палата предпринимателей Атамикен, которая позволяет открывать свой бизнес, вести бизнес, также ждет защита бизнеса и труда. Ну, это более, мы, как говорится, с появлением частной собственности, не секрет, наемные работники сами в унижении отстаивают свои социальные трудовые права. Конечно, в одиночку эту проблему не решить. Поэтому призываем объединиться, прежде всего, в профсоюзы. Потому что профсоюзы... Раньше как? В советское время как? Было легче. Потому что центрально, вертикально, вот старое поколение знает, все регулировались централизованно, в верхах постановлением Совета Министров, ВЦСПС, и все выполнялись. Сейчас у нас с ведением частной собственности совсем другие. Сами должны отстаивать. И не секрет, сейчас призываю всех, не секрет, что у нас в республике, наверное, везде существуют проблемы наемные работники без заключения. Без заключения трудового. То есть это неформальные трудовые отношения. Поэтому по инициативе в этом году Министерство труда проводится акция легализации трудовых отношений. Спасибо большое, Сильбай Кабылович, главный специалист по юридическим вопросам профцентра области. Сильбай Кабылович Кожиков был сегодня у нас в гостях. Дорогие друзья, говорим мы о дне труда, о труде вообще. Звоните и делитесь своим мнением. 222-333. Наши координаты. Мы встретимся в этой студии совсем скоро. Также вас ждут гости, вопросы, подарки и хорошее настроение. Да, пока предлагаем вам посмотреть сюжет об участнике конкурса «Янбек Жолы». Дорогие друзья, вернемся в эту студию.